Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Чем больше я думаю о минимализме, чем больше я записываю видео о минимализме, тем больше я прихожу к выводу, что минимализм имеет исключительно наше прекрасное женское лицо. Несмотря на то, что если вы спросите меня, Яна, каких известных минималистов ты знаешь, минималистов, которые позвали за собой огромное количество людей, эти люди пошли за этими минималистами, я вспомню вот на самом деле на вскидку 5 совершенно точно, если уж не мужских имен, то мужских лиц. Я совершенно точно знаю, что они сделают для современного минимализма, как философии жизни. А для меня минимализм, как философия жизни, это философия прежде всего об ограничении своего собственного потребления. А когда я говорю о потреблении, я имею в виду прежде всего свои собственные покупки, а также пользование теми или иными услугами. Чем больше я сокращаю свое потребление в этом аспекте, тем больше я считаю себя минималистом. Но при этом я всегда, наверное, буду утверждать, что количество вещей вокруг нас, безусловно, может свидетельствовать о нашем минимализме, о нашем минималистичном настрое. Но очень часто это бывает не так, то есть это не отражает сути минимализма как некой позиции, как некой философии, которую человек преследует в своей жизни. Потому что очень многие люди-минималисты могут пенить много вещей, потому что они медленно расслабляются, расслабляются с холодной головой. Очень многие минималисты приходят к минимализму, но при этом являются коллекционерами, допустим, марок, либо машин, да не машин, монет, оговорка по Фрейду, либо монет, либо коров они могут собирать. Кто-то собирает, например, красивую одежду, обувь, сумки и так далее. И на самом деле вещей вокруг нас должно быть достаточное количество, не всегда взгляд извне, когда мы видим много вещей, либо наоборот мало вещей, будут свидетельствовать о присутствии минимализма в нашей жизни, либо о его отсутствии. Так вот, несмотря на все уже сказанное, я считаю, что минимализм все-таки имеет именно женское лицо. Потому что когда я стала блогером, когда я стала обращать внимание прежде всего на витрины, я стала снимать даже контент, обзоры витрин и так далее, и так далее. Я поняла, что, наверное, даже не 80%, а какие-нибудь хорошие 90-95% витрин обращены именно к нашему женскому вниманию, потребительскому прежде всего. Потому что мы, женщины, как я часто говорю в своих видео, мы потребители по всем фронтам. Мы потребляем прежде всего для себя, для своей красоты, для своей молодости. Мы хотим вкусно пахнуть, нам внушают, что мы должны пахнуть определенным образом, нам внушают, что мы должны выглядеть определенным образом здесь и сейчас, а в следующем сезоне мы должны все это выбросить и выглядеть иначе. И все это, в общем-то, накладывается на наше женское сознание, как достаточно логичная идея, как некая достаточно логичная последовательность, и одно проистекает из другого. И если мы оглянемся вокруг себя, просто придя в какой-нибудь крупный торговый центр, либо, как случилось со мной, я оказалась на центральной улице не очень большого города Манселичи, где я много-много раз показывала вам витрины, я вдруг осознала и поняла, что все рассчитано прежде всего на мое женское внимание. Это, конечно же, магазины с постельным бельем, это, конечно же, магазины все красивое для дома, различные аксессуары. Это различные магазины, которые выставляют на свои витрины, приглашают меня зайти, поинтересоваться, какая же посуда вдруг, может быть, мне понадобится здесь и сейчас, и с той, что у меня не имеется. И на самом деле захватить мое женское внимание, потребительское, достаточно просто, потому что мы также женщины должны понимать, в какой степени мы больше эстеты, чем мужчины. Захватить мужское и потребительское внимание гораздо-гораздо сложнее. И, в общем-то, опять же, если мы оглянемся вокруг себя, проанализируем ситуацию вокруг себя, что мы видим в торговых центрах, что элементарно мы видим в супермаркетах, мы поймем, что все в основном и рассчитано на наше женское потребительское внимание. Что делать в таком случае? Прежде всего, необходимо понять, что действительно счастье, оно не в вещах. Чем больше мы покупаем, совершенно не означает, что тем более счастливыми мы будем. Обладание теми или иными вещами является лишь обладанием и констатацией того, что вот эти средства мы потратили на конкретно эту вещь, которую теперь мы обладаем. И другое понимание должно произойти. Также важно понимать, необходимо научиться чувствовать, если вдруг мы все забыли и осознаем, и честно себе признаемся в этом, что да, мы забыли, что же делает нас счастливыми, что же делает нас радостными, что элементарно вызывает у нас улыбку, возможно, нам это нравится тактильно, эстетически доставляет удовольствие. Об этом придется вспомнить, либо этому придется научиться, чтобы совершенно точно распознавать, когда желание купить происходит из твоих собственных потребностей, из твоих собственных нужд, из твоих собственных желаний. А это не навязанное желание красивыми витринами и, как следствие, прежде всего, маркетингом, который на нас и адресован. Мы должны совершенно точно осознать, что мы можем быть красивыми, модными, стильными в той одежде, которую мы купили два года назад, возможно, три года назад, и от которой полки ломятся нашим шкафом. Мы должны совершенно точно признать, что наши дети счастливы никогда не получают 101 игрушку, а когда они получают 101 улыбку от нас, когда они получают 101 доброе слово от нас. И очень часто мы должны отдавать себе отчет и признаваться в том, что мы современные родители сублимируем, либо подменяем одно другим. Мы даем внимание ребенку в той форме, в которой нам предлагают его дать. Это какие-то покупки, это какие-то новые обновки, это какие-то новые игрушки в большом количестве, большого размера зачастую. Но это не то, что действительно нужно здесь и сейчас ребенку. Мы должны понимать, что мы можем вкусно пахнуть, прекрасно выглядеть, быть спортивными, красивыми и здоровыми, прежде всего, если мы изменим наше отношение к питанию, а не будем покупать определенные продукты. Кстати, очень часто возникает вопрос по поводу витаминов. Если вы просто поинтересуетесь витаминами, вы посмотрите на вашу упаковку витаминов, которые вы принимаете, и которым вы, возможно, очень доверяете, на которые вы возлагаете большие надежды, вы просто посмотрите на состав и на формулу этих продуктов, потому что витамин Е может быть в одной химической формуле закомпонован, он может быть в другой химической формуле закомпонован. Если вы посмотрите внимательно на состав и просто попытаетесь поинтересоваться, как между собой сочетаются самые известные все витамины А, Е и С, как они должны приниматься, как они друг друга могут гасить, и что приводит, если мы принимаем эти витамины, допустим, вместе, допустим, даже в формуле, которая позволяет им усвоиться. Это, прежде всего, синтетическая формула. Что происходит, когда мы принимаем синтетические витамины и так далее, и так далее. Возможно, у вас и пропадет желание, либо вот такое огромное доверие к витаминам вообще. И, возможно, в вашем случае случится то, что произошло со мной. Я, безусловно, за витамины. Я не хочу, чтобы у меня возникла нехватка каких-то витаминов. Но я совершенно точно вместе с витаминами, я совершенно не хочу принимать витамины и, допустим, какие-то консерванты, что я совершенно точно не хочу принимать синтетические витамины, либо витамины в определенной формуле, в определенной компоновке, потому что я знаю, к чему это может привести. Но и в итоге я настолько устала от понимания того, от чтения этикеток, от поиска информации, что я решила, что я вообще витамины не буду принимать за свои же собственные деньги. Я не хочу иметь очень много вопросов, которые, прежде всего, своим собственным временем, своими собственными затратами временными я должна разрешить. Понятно, вот эта формула, она все-таки усвоится, либо не усвоится, она синтетическая, либо не синтетическая. Здесь есть консерванты, либо нет консервантов. Основная проблема потребления, на мой взгляд, как раз-таки заключается в том числе, в том, чтобы осознать, что очень часто выбор, который мы делаем, совершая те или иные покупки, приобретая те или иные товары, пользуясь теми или иными услугами, это не наш собственный выбор. Наверное, это самый сложный шаг, который нужно сделать на пути к осознанному потреблению, на пути к минимализму. Почему осознанное потребление и минимализм в этом контексте идут рука об руку? Просто потому, что когда мы понимаем, что вот это на самом деле я не хочу, и вот это сейчас мне не нужно, уменьшается совершенно естественным образом количество вещей вокруг нас. Это также означает, что да, мы приходим к минимализму как концепции непотребления, как концепции понимания, что для моего личного основного счастья вещи мне не нужны. И для того, чтобы мне чувствовать себя радостно, хорошо, бодро, опять же, красивой, здоровой, модной и так далее, мне нужно сделать что-то иное, но никак не пойти и не приобрести что-то, что, как раньше мне казалось, приведет меня к такому результату, о котором я только что сказала, а возможно, вы только что подумали. И завершая это видео, я хочу также анонсировать другое свое видео, которое я уже давно задумала, но пока вот к нему не готова, пока что называется «Пазм не складывает». Но мысль в этом видео, которую я постараюсь развить, которую я постараюсь дополнить своими личностными примерами, будет очень-очень проста. Это удивительно, но факт. Это похоже на волшебство, это похоже на какие-то эзотерические вещи, в которые мы можем верить, а можем нет. Но когда мы расслабляемся, когда мы уменьшаем количество вещей вокруг нас, действительно, мы освобождаем место для того, чтобы что-то более интересное и более нужное пришло к нам в нашу жизнь. Это могут быть те же самые вещи, действительно, может так случиться. Но очень часто, очень многие минималисты говорят о том, что они получили нечто другое. Кто-то получил эту пресловутую свободу, которая позволила выбрать другую профессию и заниматься любимым делом. Кто-то получил другие отношения, другого человека, возможно, рядом, другое окружение, другую дружбу, другой рабочий коллектив и так далее, и так далее. И когда мы оглядываемся назад, мы, возможно, только по прошествии достаточно длительного времени можем сказать и можем связать одно с другим, что да, расхламление, освобождение от вещей, от всего лишнего помогло нам впустить в жизнь нечто большее, нечто большее и более нужное для нас самих, более важное здесь и сейчас. Я совершенно точно могу сказать, что в моем случае так произошло. Совершенно точно могу сказать, что я шла к минимализму интуитивно достаточно долго, и потом я расхламлялась осознанно достаточно долго. И совершенно точно могу сказать, что в моем случае все то свободное время, которое я посвящала своим вещам, уборке, хранению этих вещей и так далее, и так далее, думаю, любая хозяйка меня поймет, любая женщина прежде всего у нее может понять, потому что речь идет о женском минимализме, о минимализме с женским лицом. Так вот, могу сказать, что все это время, которое стало у меня свободным, теперь заполняет мой канал. Это моя работа, которая мне очень-очень нравится, которая приносит мне очень хороший доход и огромное удовольствие. И я желаю вам, чтобы вы также смогли осознать определенные вещи. И даже если эти шаги не очень большие, которые вы совершаете на пути минимализма, чтобы в итоге они вас все-таки привели к осознанию того, что счастье наше от вещей совершенно не зависит, хотя очень часто нам кажется совершенно наоборот. И действительно, прекрасно иметь возможность обладать большим количеством вещей. Именно этому я учу своих детей, что возможность обладать определенным количеством вещей и реальное обладание этими вещами – это неэквивалентные понятия. И я вам желаю, чтобы действительно, когда вы освободитесь от всего лишнего, в вашу жизнь пришло что-то более важное, то, что действительно будет вас радовать и, возможно, даже делать счастливым. На этом с вами обращаюсь. Это была Аняна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok